Всем привет, друзья! Вы снова на канале Sentinel Astra. Мы продолжаем прохождение метро Last Light Redux. И в предыдущей части мы прошли через станцию Октябрьская, которая была намеренно заражена бойцами красной линии. Они под видом якобы, что вот появился какой-то вирус, и они отправили туда свои отряды, типа, оказать помощь. Хотя по факту они уничтожали мирное население. Вот такими нехорошими людьми они оказались. То есть их руководство, и они сами, все, кто в этом замешан, использовав, по всей видимости, вирус из нашего бункера D6, выкранный, скорее всего, нас обвинят в этом, что это сделала Спарта, Орден, и пойдут на нас войной. Очень надеюсь, что до этого не дойдет, и нам удастся предупредить руководство Ганзы и других дружественных фракций. Мы повстречали в самом конце напали... Точнее, не напали, а столкнулись с Лесницким, который держал в заложниках Анну. К сожалению, мы его упустили, но Анну удалось спасти. Правда, какой ценой? Нам пришлось снять противогаз. Как знать, возможно, мы заражены этим страшным вирусом. Ну, посмотрим. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Это война. Нам ее не пережить. Никому. Будем надеяться, что переживем. Это так... Жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего. Пустота, холод. Кладбище. И твоя жизнь просто... Искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется... Почувствовать... Почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Да, конечно, все это очень трогательно. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артем, можете идти. А вот с вашим Аня ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Ох, так значит мы не заражены. Это замечательно. Это прекрасно. А я-то уж думал, все. Недолго нам осталось. Повезло. Ну что же вы? Идите, идите. Иди, Артем. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Какое-то ранение у тебя. Ну, раз уж ранение, ну, давай тогда лечись. Ну, а мы пошли дальше спасать метро. Медицинских показаний вас задерживать у меня нет. А вот работа есть. Хорошо, хорошо. Иди, Артем. Тебе вправду пора. Я тут недолго пробуду. Ну, хорошо, хорошо. Все, уже гонят. Так, здесь какой-то лазарет. Не смотри, не смотри. Что там, папа? Что? Что там? Все хорошо, все хорошо. Ты не смотри только. Аааа. все это звучит очень жутко совсем чуть-чуть очевидно это зараженные в боксах очень даже может думаешь сколько его за дежурство но не столько же поймешь так но если пошло на спад заражение это уже хороший признак да видишь как ничего нас тоже скоро куда вас повезут это типа морга что-то да скорее всего это морг офигеть но здесь карантинная зона какая-то ой не уверен что вот эти ребята оклемаются молятся ой не знаю помогут ли вам в молитвы во всем этом ну крематорий что не стойте здесь опасно да самый настоящий самый настоящий крематорий ужас кто-то просит здесь убить его видимо симптомы очень болезненные да хорош голосить тебя хотя бы не пристрелили как там эти на октябрьской что теперь делать что делать доктор что делать что делать вы не хуже меня знаете течение болезни и прогноз знаю все знаю но как же так а вот так вас предупреждали о мерах безопасность о перчатках о масках вы расписывались а теперь вы мне как же так да да но ведь дети как с ними в маске и не поговоришь они ведь плачут им страшно я понимаю я все понимаю но вы их не спасли а себя погубили а нам так не хватает рук вы ведь могли бы стольким еще помочь да но ладно пока назначим вам симптоматическое лечение а там посмотрим последнее время встречаются случаи выздоровления не будем терять надежду а вот это обнадеживающая информация значит все таки выздороветь можно к ящичек недоступны к сожалению в палаты здоровым нельзя идите через лабораторию а мне стрелочка туда показывает говорю нельзя палаты ну ладно ладно хорошо идите камеры дезинфекции дальше понял спасибо так по заметкам что у нас две штуки аж должно быть значит про перчатки и маску я вам больше не напоминаю да да это я знаю очень хорошо дальше измерение температуры каждый час проба крови каждые три часа при выходе любых показателей за среднее значение если меня нет рядом немедленно вызывайте конечно понимаете ли случаев с благоприятным прогнозом пока всего два мы обязаны изучить их как можно подробнее да все понимаю отлично может быть у кого-то иммунитет есть к этому вирусу но масочный режим перчатки все это конечно правильного сло в таких условиях если эта дрянь так быстро распространяется представляете что это будет для всей подземки сказали же им все вещи сдать а вон барахла сколько да что уж теперь им то ничего а нам паковать это да и чего их паковать вещи эти сжечь с трупами и дело с концом говорят для установления источника инфекции хотя установишь тут а три раза с кисточкой ну начальству виднее дальше охрана дальше проходите спасибо так зарядник для фонаря у нас мит о но с музычкой все не так грустно поэтому оставим ее как-то повеселее все таки здесь у нас ничего нет жуть тут явно исследования какие-то берут какие-то пробы образцы насколько я понимаю еще никто не знает что это за вирус такой и как с ним бороться но пытаются выяснить это хорошо значит надежда есть ой что за жесть а понял 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 так а лаборатория так что выдыхается такие эпидемии похоже на то давай пройдемся по фактам что мы имеем прежде всего в новых образцах отмечается явно выраженный моноцитоз действительно образцы с 317 по 323 поставлен моноцитоз а если учесть что поражаться в первую очередь должны именно моноциты и до сих пор поражать в предыдущих пробах из ядерных одни ней трофилы вывод может быть только один эпидемия идет на спад но все же не будем торопиться проверим остальные тогда и будем делать окончательные выводы а вы ребята почему без масок или он у вас там за ширмой за какой-то за стеклом вот этот вот пациент но все равно все равно вы бы лучше так не рисковали но информация обнадеживающая если эпидемия правду идет на спад это хорошо и да и нет это какой-то штамм вируса лихорадки и гола но культивировать его нет смысла он уже практически утратил вероятность безысходного образца доктор вы же знаете я не медик поясните прошу прощения балкон как ты таковы первые два дня смертность составила 95 на 3 25 сегодня новых зараженных лишь двое и у них болезнь протекает в легкой форме прогноз благоприятный как вы понимаете в москве этот вирус естественных условиях не встречается об исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше так что это все значит это не простой вируса боевой измененный таким образом чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения а затем становиться безвредным проклятие откуда же он взялся еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия именно на основе этого воспудителя но вот откуда ему взяться сейчас через столько лет да дела оружие на всякий случай дам указания просить сталкеров вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого штамма вируса эбола интересно ну да действительно откуда ему взяться в москве бактериологическое то есть биологическое оружие из d6 которое у нас выкрали и использовали вот таких вот целях а чё тут с пистолетом стоит ну карантин есть карантин так а вот и заметочка первая заметочка карантин возможно по плану красные должны были войти уже войти на уже мертвую станцию население которой было бы выкашено вирусом но вирус действовал слишком медленно им стало не в терпеж выжившие свидетели говорят что когда на станции началась зачистка части местных удалось сбежать на соседнюю кольцевую октябрьскую но за ними следовали ликвидаторы если бы на кольцевой не оказался отряд ордена отбивший атаку руках красных сейчас были бы две новых станции а ганса оказалось бы разрублена пополам к счастью этого удалось избежать да ну что ж складывается все не очень плохо из d6 из d6 но конечно мы не будем трепаться об этом налево и направо да ладно я тебе чё мешаю что ли кушай себе на здоровье приятного аппетита давай и тебе не хворать так а нам туда спасибо меня уже ждут знают паника началась да у кого-то завалили да это конечно глупо было бежать на вооруженных людей которые требуют держаться подальше от этой зоны так какой-то щиток у нас заряжать его не надо биологическая опасность она похоже везде сейчас но на ближайших станциях так там чё дверь закрылась что ли сама по себе о патроны отлично собираем может еще где завалялась прожектор как-то здесь все запущено очень явно станция небогатая о живут так себе скверно жили сейчас тут еще теперь вот эта эпидемия и совсем полная попа да значок такой значит там скорее всего кто-то умер возможно возможно ух ты а тут нормально так патронов накидано нычки что ли кто-то пытался сделать а еще и того у нас уже 200 290 золотых патронов ой хорошо хорошо а ты чё здесь делаешь мародеришь сказал сентинал который сам только что тут патроны собирал метро 2035 хочу верить декабрь 2000 какого не вижу 13 это когда это кажется я не помню что за дата написания романа так туда нам нельзя да а вот игре плантация с грибами у нас такими вот интересно съедобными на поганки какие-то похожи я бы не стал пробовать о привет сейчас погоди секунду вот там поверхность так это станция если это поверхность значит это станция не глубокого заложения это очень плохо здесь может быть повышенный радиационный фон взаимно нам опять сказочно повезло впрочем возможно это судьба не то слово наверное этот темный и впрямь последний мы обязаны спасти хоть его черный сейчас хран подожди заберет ну пропустите ганза предоставила вам убежище нельзя хорошее убежище я сказал назад чтобы мы потокли здесь да ну так что мы тогда не сворачиваемся пока да погодите пока я могу чем-то помочь молодой человек о вы видели что творится да видел не пускают и купить я не смогу ведь все все осталось дома выручите а держи держи даже не знаю как вас благодарить я навек ваш должник это мы ему 20 патронов предоставили было 290 но конечно человеческая жизнь намного дороже она вообще бесценна они конечно не полезут пока мы здесь чертовски рад что ты жив здорово спел мы бы сейчас порванули с тобой но приходится ждать пока гонзейцы постянут тот, что здесь красные оказались а тебе ведь надо спешить так что удачи и увидимся на базе со щитом или на щите салфа отряд прислали ну может а это наши товарищи бойцы ордена спарты а тут наоборот силы распыляют тогда силы демонстрируют вроде и вы спарта не нужны уже когда они все проблемы решают это может быть понятно полностью нас заменить они не смогут но вот надавить так на наше начальство возможно ну поживем увидим это точно пропустил сейчас поболтать никак давай через пару часов а можно будет подойти к себе давай попозже хорошо если что поболтаем все удачи вам беженцам повезло что здесь оказались рейнджеры тамилины люди корбута явно не ожидали пулеметного огня ну и что товар весь остался а ты думал ясно весь а я думал у тебя мозгов хватит хоть что-то протащить а сам чё раз такой умный ходи ты мне погрызайся тут ой бандиты здесь а чё тут делать в карантине сидеть а ну как они придут за товаром так скажем где пусть забирают а красные может они до того увянут да ща они там надолго засели чё-то придумаем щас уже думать надо потом поздно будет ну давай щас тогда не ну я даже не знаю мыслителем да непонятный конечно диалог чё-то какой-то товар чё-то где-то заныкали наверное и не могут забрать ха-ха да ну не так ну невозможно же сырое же ну хоть 20 минут потерпите эх долго-то как да кто-то сильно проголодался защитить станцию конзейцы сами не смогли но госпиталь для беженцев организовали возможно это хоть как-то облегчит их участь оружейная здорово сейчас подожди документы какие документы как какие ваши паспорт все в сумке было ее сожгли так кто может удостоверить вашу личность умерли все умерли дети позавчера жена вчера один я остался один как же я вас пропущу если вы неизвестно кто известно я это я документов то нет и подтвердить некому но что теперь делать искать знакомых ищите у вас станция маленькая кто-то с документами должен вас знать но все умерли или в карантине ждите тогда сколько ждать неизвестно ведь ничего не могу сделать да не повезло конечно чувак всю семью потерял и не может никто не может подтвердить его личность я могу как-то помочь тебе похоже нет жаль а тебе а чё ты за решеткой варьё местное мародёры ну тут все равно всем никак не поможешь при всем желании привет заметочка читаем вторая и здесь же она последняя теперь октябрьская кольцевая станция принадлежащая Ганзи превращена в нечто среднее между госпиталем и карантинной зоной всех беженцев со смежной станции и всех кто с ними контактировал санитарная служба запирает в боксы изоляторы никто тут никого не лечит каждый подозрительный сидит в своей полиэтиленовой клетке а напротив него сидит смерть и играет с ним в гляделке каждая минута этой игры тянется целую вечность проигравший заболевает и вскоре отправляется в крематорий смерть слишком опытный игрок чтобы давать много шансов на победу хорошо сказано ну слухом да доверять не стоит как говорится доверяй но проверяй доверяйте лучше проверенной информации всегда да да эта эпидемия конечно принесла очень много бед и как представьте себе за этим стоит всего стоят несколько человек каких-то и мы причем знаем их поименно пофамильно лесницкий корбут насчет москвина не знаю может быть он даже и не в курсе про этот вирус вот этого пропустить на него есть разрешение так оружейное возможно мы здесь разживемся пушечками может быть новыми или модифицируем старые обязательно так фильтры халявные фильтры спасибо спасибо халявные спартанцев а сейчас чего а сейчас пришли с эпидемией разбираться а тут уже карантин устроили красный источник выжгли вот они нам и помогли чтоб тебе не увлекались слишком но атаковать они их конечно не будут а полису с этого что за выгода они же далеко до них этой эпидемии не добралась бы наверное так об этом давно уже страны договорились все вопросы вроде этого полис решает а за это их никто не трогает нейтралитет у них переговоры опять же если война какая тоже они организуют ааа понятно теперь дааа вот она где их выгода воины не сами не лезут а купоны с них стригут умно умно да но мы тоже торгуем не себе в убыток хм о гитарка ну ладно ребятки общайтесь а мне пожалуй пора дальше салют так патроны здравствуйте пригодились бы обязательно так тихоря у нас нет поэтому шарики эти мы продаем на револьвер тоже стрел для хельсинга хельсинга у нас тоже нет поэтому продаем их на снайперку у нас максимум на автомат максимум а вот на дробовик не очень много да поэтому докупим 100 патронов хорошо блин я чё продал что ли случайно да ладно да похоже ладно так назад вот этих штук бы прикупить восьмой вот так вот пусть будет 4 штучки граната ставим по 3 так а пушки пушки здравствуйте давай посмотрим что за отличные образцы у тебя так это мы уже видели это видели это у нас есть это видели что-то что-то у вас тут образцы ничего нового я пока не увидел но может удастся что-то модифицировать прицел с рпк я пожалуй то есть не прицел а целеуказатель я сниму ну потому что из-за него вот это перекрестие оно отсутствует и когда наводишь на кого-то непонятно то ли это враг то ли тот в кого не стоит стрелять барабанный магазин у нас установлен ночной прицел мы также оставим может быть абзац как-то усовершенствовать да можно обалдеть 115 патронов дольный тормоз компенсатор снижает отдачу значительно облегчая введение прицельного огня 112 патронов обалдеть так 0 патронов ударно-спусковой механизм без разобщителя позволяет вести полностью автоматический огонь повышая при этом скорострельность вот патронов ну вроде как у нас был установлен так увеличенная патронная коробка увеличенная коробка для ленты вмещает в два раза больше патронов и позволяет значительно дольше ввести огонь для из абзаца что ж берем и ну ладно бог с ним поставим мы дтк и осталось у нас всего осталось 126 патронов очень очень не густо так снайперку можно как-то модифицировать пламя-гаситель установлен увеличенный магазин установлен лазерный целеуказатель нам не нужен прицел установлен ну и все вроде вот эти зажигалки хорошие зажигалочки они плохо играют очень неплохо молодец ну что ж двигаемся дальше мины мы взяли вот такой у нас расклад ну неплохо так а фильтры фильтры это только те что вот здесь были все почему нет в наличии фильтров вообще ни на одном рынке ни на одном на 13 с половиной минуту нас воздуха не очень много обрати внимание артем какие средства ган забросила на организацию карантина а ведь деньги они считать умеют видно хотят добыть лишний козырь в нем спасибо и вам удачи ребятки так это мы как я понимаю уходим с октябрьской в другое время в другом месте случившееся могло бы изменить нашу жизнь но для нас существует лишь одно время настоящее лишь одно место метро и наш долг спасти его любой ценой нам надо спешить мне догонять черного а не сообщить отцу о том что творят корпус москвин все остальное непозволительно сейчас да вот так вот но у нас радует конечно что мы оказались не заражены прошли через вот эту станцию превращенную в полевой госпиталь изолятор насмотрелись конечно много нехороших вещей ужасных но нельзя отвлекаться от нашей приоритетной задачи нужно найти как можно скорее черного того самого мутанта оставшегося возможно в единственном числе самого последнего вот этого детеныша нужно его найти вообще приказ изначально его устранить но даже не знаю если бы нам представится такая возможность как поступить и что это изменит может как раз этого и не нужно делать и это станет его ликвидация станет нашей самой большой ошибкой одну ошибку мы уже совершили предыдущей части сравняв землей целый город этих существ скорее всего это было ошибкой да бывают приказы которые выполнять ну не всегда следует пока на этом закончим посмотрим куда нас отведет отведет хан следующей серии что-то он говорил про какую-то реку снова лодки наверное да заплыв куда-то устроим ну поглядим следующей серии а пока спасибо всем за просмотр возвращайтесь на канал sentinel astra и до новых встреч пока